Четвертый регион Привет, друзья! Вы смотрите Четвертый регион блога Мотопутешествиях по Гродненской области. Меня зовут Павел Балейшис и сегодня я направляюсь в деревню Литовка Новогрудского района. В последнее время эта деревня очень популярна. Ее ежедневно посещают тысячи туристов и путешественников. Уверен, после просмотра этой программы вы также захотите здесь побывать. Поехали! От Лида до Новогрудка 50 километров, но я уже проехал часть пути и сейчас нахожусь на въезде в Березовку. Этот город славится своими стеклодувами. Здесь я не стану делать остановку, потому что не устал, ведь только отправился в путь. На часах начала шестого, думал при небыстрой, умеренной езде, через минут сорок буду на месте. Дорога в Новогрудок одна из моих любимых. Живописные поля, густые леса, спуски и подъемы. Все это доставляет массу удовольствия и хочется ехать дольше и дольше, погрузившись в свои мысли и напевая любимую мелодию. А еще я думаю, как пройдет моя встреча с героями программы и о том, что я увижу в месте далеко необычном. Преодолев еще несколько километров, я приближаюсь к знаменитым новогрудским ветрякам, а уже за ними и сам город. Деревня Литовка находится в нескольких километрах от Новогрудка и добраться до нее не составит никакого труда, даже если у вас нет навигатора. Уверен, любой прохожий подскажет путь. Но, к счастью, я уже бывал в этом месте и дорогу хорошо запомнил. Поворот. Еще один. И вот мой пункт назначения. Друзья, я на месте, деревня Литовка, Новогрудский район. Вы только посмотрите, сколько за моей спиной автомобилей, и это несмотря на то, что сегодня не выходной. Четвертый регион. На самом деле здесь только что было очень много людей, я ждал, пока все разойдутся, чтобы лично подойти к этой остановке и посмотреть, что выполнило народными умельцами. Я думаю, Беларусь это единственная автобусная остановка такого плана. За несколько последних лет деревня Литовка и озеро, расположенное рядом, стали очень популярными среди местных жителей и превратились в настоящую Мекку для путешественников. Полюбоваться необычной усадьбой сюда приезжают из разных уголков Беларуси и других стран. Юридический владелец этого места Сергей Коваль. А вот хозяина у усадьбы нет. По словам Сергея, это дом для всех жителей Земли. И действительно, двери здесь всегда открыты, а прогулки и отдых бесплатные. В одном из домиков можно даже остановиться на ночлег. Давайте поднимемся на второй этаж. Очень красивая деревянная лестница. Для всех странников вот здесь вот есть кровати. Шикарные апартаменты для тех, кто хочет остановиться на ночь или две. Также здесь из камня, из дерева выполнено это помещение. Ну что? Я понимаю, вот это. Я придерживаюсь чуть-чуть другой. Я немножко устал, можно прилечь и отдохнуть. С первого взгляда разнообразие необычных вещей в усадьбе восхищает и пугает одновременно. Зайдя сюда, вы увидите кованую пепельницу несбыточных желаний. Металлического дракона, охраняющего яйцо, снесенной в ночь кровавой луны. Мост, соединяющий сердца. И все это расположено на уютно обустроенной территории с красивыми лужайками, обрамленными каменной кладкой. Первое впечатление, когда сюда подходишь, это словно здесь проходит какой-то концерт, либо какое-нибудь мероприятие. Людей очень много звучит. Музыка. Все веселая и, конечно, удивленная. В центре усадьбы вертолетная площадка. На одной из каменных стен дух леса, падше ангел и работа, посвященная любимой исполнительнице Сергея Коваля, Наргиз, которая осведомлена о необычном поклоннике и его усадьбе. Сергея все называют француз. Так вот, как утверждает француз, дизайн и интерьер всех сооружений придумывает кошка Катька-Макатька. Четвертый регион. Вот идет возведение фонтана Свободы Воли. Век Воли не видать. От нее французская железная дорога. Какая могла быть? А какую дорогу везти будет? Ковчегу завета имени Карла Марла. А где он? А вот Карла Марла, который живет, есть такое выражение, Карлсон, который живет на шее, у нас Карл Маркс живет на шее. Со всеми богами и пророками мироздания. Почему? Потому что коммунизм последняя, завершающая статья исполнения Евангелия и всех остальных священных писаний. Но там нас ожидают всех страшнейшие, самая страшная война. Самым страшным врагом, который такой есть, самим собой, своим эгоизмом. Это писал Борис Пастернак, лауреат Нобелевской премии, к сожалению, которую они не дали ему получиться. Об этом в своих исследованиях указывал академик Вернадский, великий мини-рунах и философ раздания. Я с такими людьми не спорю, я их начеркаю. Вместе с Карлом Марксом. Немного прогулявшись с французом, я продолжил исследовать территорию усадьбы. И знаете, у меня возникло множество вопросов, на которые не так просто оказалось найти ответы. Друзья, вот я в очередном домике. Мне сложно судить, что здесь происходит. Какая-то кровать. Хлыст, наручники. Ну, в общем, я думаю, вы сами определитесь и подумайте, что это все может означать. Но, в любом случае, место жутковатое. Какие-то черепа, вся эта лепнина, а на потолке паутина. Ну, для фильма с Дракулой это место было бы просто подходящим. Приезжайте, посмотрите. А я пойду дальше. Как сказал Уильям Шекспир, вся жизнь театр, а люди в нем актеры. И действительно, в Литовке сложно понять, что здесь реальная жизнь, а что постановка. Сейчас мы видим Дмитрия Бондаря, более известного как Епископ Мира. Он готовится пообщаться с зеваками и ответить на ряд вопросов, в том числе и моих. Своего друга и единомышленника Сергей представляет так. Геликус, эсэрикус, максимус. Я Епископ Мира, я взываю и призываю людей к миру. Я перестал взять людей по разным факторам, непонятным для меня. Национальность, вероисповедание, политические взгляды, сексуальная ориентация. Я считаю, что все это Холокост и геноцид. Мы все без исключения дети одного Бога. Я его любимый сын, как в принципе и ты. И прежде чем искать между всеми нами различия, давайте найдем этот общий знаменатель. Возможно, становятся войны. Возможно, мы перейдем в духовный мир. Возможно, наши дети будут жить в мире лучше. Я не могу сказать, что даже я христианин, хотя я бывший протестантский священник. Я не могу этого сказать, потому что я поставлю христианство выше всего остального. А я поставил равенство между всеми. Между всеми. И Христос, и Митцли-Пусли в Северной Америке, все пророки, вообще всех религий, которые ученые насчитали 3400, говорят одну простейшую вещь. Возлюби ближнего, как себя самого. Так вот, в начале себя самого. Потому что если ты не любишь себя, ты не можешь полюбить никого. А потом все, и живое, и неживое. И Царство Небесное наступит здесь, на земле, если мы начнем так делать. Некоторые еврейские философы говорят, что полюбить всех нельзя. Но нужно уважать. Уважать чужое мнение, воззрение, уважать чужую жизнь. Ведь жизнь – это великий дар, который дан нам Богом. Жизнь. Ничего не может быть сильнее Его. Четвертый регион. Побеседовав с епископом мира и переваривая поток свалившейся на меня информации, я продолжил осматривать шикарный дом и старался соединить воедино все увиденное. Богато украшенные стены, шикарный пол и потолок, дорогая мебель – весь этот антураж оставит неизгладимое впечатление. Или… Или сведет с ума. В этой усадьбе в далеком 1969 году останавливался Владимир Высоцкий с Мариной Владей. Во время съемок фильма «Сыновья уходят в бой». Сейчас комната музыканта – это своеобразный мемориал, возведенный человеком с нетривиальным мышлением. Мариной Владе еще на территории было гумно, они там спали, но оно не сохранилось. А сарай, напомню, первую ночь он там переночевал на день, а вторую ночь переночевал вместе с Мариной Владей. А потом уже перешли в это. Ну вот такая картина, посвященная Владимиру Высоцкому. Наверное, у нас сегодня 121-летний экземпляр Адама Мискевича – это горожина, дзявный, эротичный творог. Люди и народы, не знающие, не изучающие историю, не имеют будущего. Но и придется можно только на реликвии. Ходим историю подобающим способом. После экскурсий по дому и всей прилегающей территории вопросы возникают у всех. Но самое главное – это, что именно всем созданным в усадьбе француз хочет донести до людей. Возможно, у Сергея самого нет ответа на него. Без конкуренции, дополняя друг друга искром, который вложил в творец, умение, мое умение, например, разговаривать, я так считаю, и финансировать. Художник осуществляет свою мечту, художник. Мой друг, епископ, отписывающий свою мечту, он становится, будь хочешь быть счастливым, будь. Как это сделать к желаниям, которые касаются социума, людей? Добавить немножко осознанности. И добавляя друг друга своими способностями, без конкуренции осуществлять свои мечты. И дарить их всем людям на земле. Хорошего доктора прокормить. На, вот об этом сказал Владимир Владимирович Путин. И доктор Сымашка об этом говорил. Я надеюсь, я не плохой доктор. Надеюсь. Прошлого нет, будущего нет. Если есть миг, в нем устремляясь, в этом месте мы со товарищами модулируем свое будущее. А его нету. Его можно смодулировать. Как модулировать? Построить свой дом. Чтобы его назвали домом молитвы всех народов. Я не религиозный человек, я не атеист, я скорее агностик. Я не могу утверждать то, чего я не знаю. Фраза и девиз «возлюби ближнего, как себя». Либо некоторые евреи говорят «уважай ближнего, как себя». Она общечеловеческая. Либо разделяй властвуй богов и верований более 3800 на земле. А девиза «ва». Я родился, я неплохой бог. И наконец-то восполнится мое самое сокровенное желание. Расчешу так и свое нерасчесуемое тщеславие. Я тщеславный человек, я в этом признался и, пожалуйста, зачем мне от этого мучиться? Это не грех. Грех один, уход свой эгоистический. Стало смеркаться. Но усадьба в Литовке все так же прекрасна. Красивый ландшафт, необычное сооружение, ухоженная территория. Все это днем и ночью привлекает путников и точно не оставляет никого равнодушным. Мне пора собираться в дорогу и по пути еще раз пролистать в своей голове все, что я успел сегодня увидеть. Возможно, проанализировав, я сделаю какие-либо выводы. Друзья, на этом экскурсе по этому удивительному и загадочному месту подходят к завершению. Масса эмоций, масса впечатлений и ко многим вещам стоит прийти со временем. Но в любом случае, я очень рад, что сюда приехал снова и наверняка заеду сюда еще не один раз. Приезжаете сюда и вы, поверьте, вы не пожалеете. Ну а мне предстоит еще 50 километров дороги до дома. Я надеюсь, эта дорога будет такой же приятной, как и сюда. Увидимся в новых выпусках. Всем пока. Я выехал из Литовки в начале 10-го. Дорога уже не так загружена, людей меньше, на улице тихо, и я могу насладиться пятью-десятью километрами, что мне предстоит преодолеть Долиды, размышляя над рассказами новых знакомых под музыку Джона Леннона. Чудаки они или нет, решает каждый сам. С одним я соглашусь уж точно, с девизом гостеприимного дома, откуда я возвращаюсь. Этот мир спасет красота, если мы спасем красоту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Четвертый регион